Всем привет! В эфире Телегид, ваш личный гид по медийному пространству нашего канала. Ну что ж, мои друзья, на этой неделе нам предстоит увидеть падение Лондона, насладиться уникальной советской лентой и следить за развитием уже знакомых историй. Все подробности расскажу вам я, Анна Троян. Будни с ЛРТ могут быть яркими, это я вам точно говорю. По вечерам продолжаем смотреть необычный сериал «Детка». Комедийная история о бывшем рок-музыканте. Теперь вся его была известность в далеком прошлом. К тому же на пьяную голову Костета свалилась настоящая катастрофа. Дочь Юля, о существовании которой горе-музыкант даже не подозревал. Как теперь повернется жизнь наших героев? Смотрите с понедельника по пятницу в 11.00 и 19.45. Поздравляю вас! Теперь вы клиент нашего банка. Вот ваша карточка. О, и по ней я смогу получить деньги прямо сейчас? Совершенно верно. Ваш залог будет храниться в нашем банке до полного погашения кредита. Какой еще залог? Ну как какой? Ваше сердце. Уникальные путешествия и экстремальные походы с использованием техники для активного отдыха. Тележурнал «Вне зоны» не оставит вас равнодушными. Команда проекта – это опытные телевизионщики и самые разные приспособления для экспедиции. Множество невоплощенных идей, которые превратятся в реальность. Энергия и фанатизм спортсменов. Не пропустите по будням в 16.00. Легкая мототехника справляется с бездорожьем намного проще, чем даже хорошо подготовленный автомобиль. Хотя в действительности преодоление различных трудностей – это обязательный элемент всех квадроциклетных путешествий. А иначе этот вид туризма нельзя было высчитать спортивным. В середине недели, друзья, вас ждет показ картины Андрея Тарковского, чьи фильмы и сегодня будоражат людей по всему миру. Драма «Солярис» принесет нас в далекое будущее. Ученые Земли открывают новую загадочную планету. В одной из затяжных экспедиций исследователям становится известно, что так называемый «океан Соляриса» может читать мысли находящихся неподалеку людей, подстраиваясь тем самым к их сознанию. На что еще способна звездное тело и к чему это приведет? Смотрим в двух частях ленты в среду и четверг в 21.15. Если увидите нечто необычное, ни меня, ни Сарториуса, старайтесь, держите себя в руках. Что увижу? Не знаю. В некотором смысле это зависит от вас. Галлюцинации? Нет. Не нападайте. Помните. О чем? Мы не на земле. А в завершении рабочей недели, уважаемые зрители, мы увидим настоящее падение Лондона. Премьер-министр Великобритании погибает при загадочных обстоятельствах. На его похоронах присутствуют все западные руководители. Однако, вроде бы, безопасное событие превращается в крупнейшее покушение на самых мощных мировых лидеров. И только три человека сохраняют надежду на предотвращение катастрофы. Спасут ли мир эти герои? Увидим в 20.45 в пятницу. Никаких контактов, входящих или исходящих. Здание на реконструкции. Там никто не живет и не работает. Именно это нас больше всего и заинтересовало. Я попросил ребят выяснить, сколько электроэнергии потребляет это здание. Выше крыши за последние три недели. Весьма странно, с учетом того, что там никто не живет и не работает. Центральный Лондон буквально у нас под носом. Посторонитесь, поберегитесь, едет необычный экземпляр. Есть ли жизнь после родов? Ответ на этот вопрос узнаем уже на выходных. В воскресенье на протяжении всего дня вас будут радовать мамочки. Во втором сезоне в жизни девушек появляются новые перемены и испытания. Вике, наконец, предстоит познать прелести материнства. А Юле с Ромой – новые проблемы, связанные с воспитанием детей. Аня уже ждет новая любовь, которой, однако, еще предстоит пройти проверку на прочность. Включаем ЛРТ 19 ноября в 13.30 и не переключаемся до самого позднего вечера. Ну что ж, на этом у меня все. А еще, чтобы узнать о нашем телеканале больше, постоянно заходите на официальный сайт www.lrt.tv. А еще за жизнью ЛРТ вы можете следить во всех соцсетях. Подписывайтесь, там много интересного. С вами была Анна Троян, до встречи в эфире. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова